Ирина Зартайская. Веселый пожарный. Жил-был в одном городе пожарный, которого можно было бы назвать совершенно обычным, если бы он не был таким удивительно веселым. Остальные пожарные всегда были очень серьезными и хмурыми. Они считали, что их работа слишком опасна и трудна. Здесь нет места веселью, говорили они и с укором качали головой. Но веселый пожарный в ответ хлопал кого-нибудь из них по плечу и дружески поддразнивал, копируя его угрюмое выражение лица. Каждый раз, заслышав тревогу, веселый пожарный гудел ей в унисон. А надевая комбинезон и куртку, за минуту успевал подмигнуть всем остальным, стараясь подбодрить, если не словом, то взглядом. Запрыгнув в пожарную машину, он занимал свое любимое место у окна и рисовал на запотевшем стекле смешные рожицы. Проезжая по городским улицам, веселый пожарный махал рукой и детям, и взрослым, стоявшим на остановках в ожидании автобусов. В такие моменты на лицах прохожих расцветали счастливые улыбки. Веселый пожарный тушил огонь, напевая при этом задорные песни, и рассказывал смешные истории, вынося пострадавших из задымленных квартир. Но однажды начальник пожарной станции вызвал веселого пожарного к себе. «Ты слишком легкомысленно относишься к нашей тяжелой работе», — сказал он сурово, «поэтому мы решили, что ты больше не можешь работать пожарным». И начальник попросил веселого пожарного немедленно покинуть пожарную часть. Все думали, что теперь у веселого пожарного уж точно испортится настроение. Но вместо этого он только улыбнулся всем своей широкой улыбкой и, попрощавшись, вышел из ворот, насвистывая веселую мелодию. В первый день после его ухода пожарные вздохнули с облегчением. Наконец-то никто не будет подшучивать над ними и стараться перекричать сирену. Но почему-то им показалось, что в этот раз она звучала особенно тревожно. На второй день, сидя в машине и глядя в чистые окна, пожарные отметили, что так город виден намного лучше, чем через какие-то глупые рисунки. Только вот каждому почему-то очень захотелось оставить на стекле отпечатки пальцев. На третий день пожарные обратили внимание на то, что прохожие провожают взглядом их автомобиль. Однако, увидев внутри угрюмые лица, в недоумении отворачиваются. «Теперь они понимают, какая серьезная у нас профессия», — говорили друг другу пожарные. Вот только на сердце у них почему-то становилось все тяжелее и тяжелее. На четвертый день один из пожарных поймал себя на том, что тушит пожарный, певая под нос песенку, услышанную утром по радио. Он, конечно, сразу же перестал петь, но остальные заметили, что напор воды из шланга заметно ослабел. На пятый день пожарные вынесли из огня трех старушек. И каждый из них просил рассказать им что-нибудь смешное, чтобы не было так страшно. Пожарные попытались вспомнить какую-нибудь шутку из тех, которые слышали от веселого пожарного, но, к сожалению, так ничего и не вспомнили. И хотя старушки были очень благодарны своим спасителям, каждый из них вдруг понял, что ему чего-то не хватает. Вот почему, как только пожарные вернулись в пожарную часть, они сразу же пошли к начальнику и сказали, верните, пожалуйста, на работу веселого пожарного. Начальник пожарной станции очень удивился, ведь совсем недавно они жаловались, что веселый пожарный мешает им работать. Но пожарные скромно вертели в руках свои каски и виновата переглядывались. Мы были неправы, сказал самый смелый из них. Без нашего товарища у нас не получается тушить пожар так же хорошо, как прежде. А поскольку начальник и сам чувствовал, что в последние дни работа стала намного труднее, чем было раньше, он сразу же позвонил веселому пожарному, извинился перед ним и попросил поскорее вернуться в пожарную часть. И веселый пожарный, конечно же, согласился, потому что знал, что даже на самой опасной работе всегда есть место улыбки и хорошей шутки. Субтитры создавал DimaTorzok